Этой проблеме уже много лет, но её исход не ясен. Несанкционированные свалки пока побеждают тех, кто пытается сдержать их рост. Не помогают ни принятые правила благоустройства, ни обращение к совести людей, ни угрозы наказания. Несознательные жители продолжают вываливать мусор туда, куда удобно, а не куда нужно. Проблема эта общая для всех территорий области. Муниципальные бюджеты тратят большие деньги на ликвидацию таких свалок. В 2022 году всего на территории Копейского городского округа было ликвидировано около 150 несанкционированных мест хранения мусора. На эти цели было потрачено около 19 миллионов рублей и вообще в целом убрали практически 21 тысячу кубометров мусора. Но, как часто бывает, у нас есть достаточно недобросовестные люди, которые на тех местах, где ранее мусор уже убирали, значит, соответственно, они продолжают его там складировать. Обращения по решению мусорного вопроса поступают и в администрацию, и к депутатам. Представители власти комиссионно работают над этим, часто выезжая на проблемные точки. Три месяца назад мы посмотрели два этих места. Мы приняли определенные решения, что для того, чтобы избавиться от несанкционированных мест, вот конкретно на озере Курлады и в поселке Шахты, значит, мы решили, что нужно, необходимо поставить фотоловушки, потому что это на самом деле, наверное, единственный метод борьбы с недобросовестными гражданами. Фотоловушки, они фиксируют людей, лица, номера машин, если таковые сюда приезжают. После чего, значит, на данных людей должен оформляться административный протокол о привлечении их к штрафам. Были приобретены четыре фотоловушки. Цель приобретения – это борьба с возникновением ранее ликвидированных несанкционированных свалок. Это одно из направлений, в которых они используются. Также могут и быть использованы при выявлении любых нарушений правил благоустройства, парковка на газонной части и любые другие. На текущий момент все четыре используются, меняются места дислокации. Мы отслеживаем и пытаемся выявить нарушителей. На текущий момент пока протоколов не было составлено, но и период использования не очень большой. Работу будем продолжать в этом направлении. В районе Курладов за поселком Кадровик после установки ловушек ситуация поменялась. Убранная свалка не вернулась. Но вот стихийная мусорка за поселком 201-й шахты опять начала формироваться. Здесь у нас стояла на опоре, вот на той, но не дает эффекта. Дальше технически сложно разместить, там нет подходящих деревьев. Поэтому сейчас она у нас смонтирована на втором объекте, на который мы выехали. Ну ладно. И там мы ел бы очень... Здесь вот тогда вариант такой у нас выходной ситуации. Мы же сейчас здесь когда говорили, что мы здесь в тайне у ушки, что мы, значит, тут определяем, что полиция у нас сюда ездила, какие-то дополнительные маршруты движений, ППС были. По сути, если мы этого не сделаем, мы эту проблему не решим никогда. Вот в реалии, то есть она как, она же не решаема. Мы в прошлый раз приехали, здесь было более-менее. Я и так понимаю, что сейчас здесь как бы народ наш постарался. Совместное решение было найдено. Там, где нет технической возможности установки камер, просто перекопают подъездные пути, ведущие к свалке. Также возможен вариант формирования на дороге земляного вала. В целом, объезд территории округа на предмет выявления свалок будет продолжен.